Гепатоцеллюлярный рак И академическая классификация И основная рабочая Это барселонская классификация Ей мы должны Пользоваться Что касается барселонской классификации Здесь прописана не только стадия заболевания Общий статус пациента Сопутствующие заболевания Но и методы лечения Мы сегодня поговорим о промежуточной стадии О стадии B Мне очень нравится вот такая пирамидка Трансплантолога Якоба Лярута В котором представлены все На сегодняшний день методы лечения Гепатоцеллюлярного рака Так называемый от ничего До полного излечения Трансплантация Или же курабельная резекция печени Но сам автор там поставил вопросы И вопросы эти остаются Настолько ли эти курабельные На сегодняшний день методы лечения Потому что за последние 10 лет Не растет доля 5-летней выживаемости У пациентов даже после ортотопической Трансплантации печени У пациентов с ГЦР Она как была 30-60% Так и есть на сегодняшний день Какие основные показания Химиомболизации печеночной артерии У пациентов от промежуточной стадии Это как палиативная терапия основная Альтернатива пациентов У пациентов с соматическими противопоказаниями Здесь также могут быть пациенты группы А Бридж терапия перед трансплантацией Ну и естественно экстренная При разрыве и кровотечении Основное противопоказание Это недостаточность функционального резерва печени Потому что в ней печеночная Это очень относительно Ведь если опухоль 6-7 см в центральных отделах печени Которая, так скажем, жизнеугрожающая И сантиметровый метастаз в легком Скорее всего пациент погибнет от основной опухоли А нет этого метастаза И поэтому ее обязательно нужно лечить Методика ХЭПа подразумевает создание Пролонгированной высокой концентрации Химия препарата в опухоли Так называемый эффект первого прохождения Плюс эффект ишемии Классическая, конвеншнл, так называемая ТАЦ Это масляная химиэмболизация Селективная задержка препарата в опухоли Основанная на анатомии опухолевых сосудов Используется суспензия свержиткого липиадола Препаратов доксорубицина или метамицина С И мелконорезенной гемостатической губкой Курсы проводятся 1 раз в 2-3 месяца С обязательным КТ и МРТ контролем Для фоллоуапа Не нужно бояться использования липиадола Существует такое мнение, что он запрещен в нашей стране Он не запрещен Дело в том, что в русской инструкции нет показаний Для именно химиэмболизации А в европейской четко прописано Для химиэмболизации Для остановки кровотечений С использованием еще цианокрилатных клеев И поэтому в любом онкодиспансере В любой благопрофильной больнице Есть этический комитет Который вправе обосновываясь на этой инструкции Обосновать использование липиадола В клинической практике в данном учреждении Какие основные побочные эффекты и осложнения Ну, постэмболизационный синдром это понятно Он чем-то напоминает клинику желчнокаменной болезни Встречается у 50% пациентов Как правило, проходит медикаментозно первые и вторые сутки А вот грозные осложнения, которые могут приводить к летальным исходам Это острая печеночная недостаточность Разрыв опухоли при эмболизации Обсидирование ее И обострение острого хронического холонгита В ней печеночная связанность с техническими моментами Это на совести интервенционного радиолога Что касается абсидирования и холонгита Нужно тщательно собирать анамнез Если у пациента есть Когда-то выполненные билиодегестивные анастомозы С разрушением свинтерного аппарата Риск этих осложнений сразу же в десятки раз более сильный Пример классической химиоэмболизации Три узла в обеих долях печени В основном в правой Препарат с маслом введен за артерию цистика Далее она окклюзирована гемостатической губкой И внизу компьютерная томография до эмболизации Через месяц и через три Основные таргетные узлы Видите компактное расположение липиадола И уменьшение их в размерах Такой классический частичный ответ По критериям эмрицист Когда вычитается липиадол уже в мертвой опухоли В начале 2000-х на рынок вышли Так называемые лекарственно насыщаемые сферы Это вызвало очень большой энтузиазм У интервенционных радиологов Все стали громко говорить Что мы сейчас победим гепатоцелулярный рак Так как сферы не обладают вообще никакой системной токсичностью Поэтому можно максимальные дозы терапевтически подводить в опухоль При эмболизации сферами достигается более хороший локальный ответ Но прошло время, накопился опыт И оказалось все как всегда Оказалось не так все радужно И оказалось, что методика конкурентна с масляной химиоэмболизацией По осложнениям, даже таким грозным, как летальный исход Тяжелые осложнения холецистит, плеврит, кровотечение, панкреатит Но вот, медиана выживаемости Она была в этой группе пациентов достоверно выше Но это опыт Катерины Малагари Она, конечно, отбор пациентов был, так скажем, очень прецензионный Поэтому пациенты были хорошей лайкок И можно было выполнять супер-супер селективные эмболизации с этими сферами И, конечно же, радует вот эта пятилетняя выживаемость у пациентов при циррозе класс А И 25%, что иногда сопоставимо с ортотопической трансплантацией печени При накоплении опыта, отдаленные результаты, как оказалось видно на этих схемах, диаграммах Что при масляной химиоэмболизации, что и насыщаемой сферами, одинаковые На сегодняшний день есть такой очень интересный обзор Рикардо Линчони Анализ 10 тысяч пациентов ГЦР на циррозе, в котором выполнена химиоэмболизация Он получил очень интересные такие данные, которые абсолютно коррелируют с нашими собственными Печеночная недостаточность чаще всего в осложнениях Дальше кровотечение из варикозно-расширенных вен и разрыв опухоли Поэтому мы всем пациентам на сегодняшний день, которым планируем химиоэмболизацию Делаем контроль ФГС и, если нужно, по показаниям легирования и клепирования варикозно-расширенных вен пищевода Печеночная недостаточность у 1%, абцесс печени также у 1% пациентов Сравнивались результаты лечения до 2000 года, это период конвеншеналтации И после 2002, когда использовалась и масляная химиоэмболизация, но уже селективная И эмболизация насыщаемыми сферами Общая выживаемость практически одинакова Естественно, но после 2002 года, при селективном использовании Увеличение трехлетней выживаемости более чем в 2 раза Естественно, при ориентальном раке в Юго-Восточной Азии выживаемость лучше, чем у европейцев Ну и разницы между классической масляной и сферами Разницы достоверной выживаемости нет Наш собственный опыт В 90-е годы мы уже начали анализировать собственные результаты Сравнивали методики химиоинфузии Классической химиоэмболизации масляной Масляной с механическим компонентом И получили, что при регулярном использовании Комбинация масляной химиоэмболизации с гемостатической губкой Дает трехлетнюю выживаемость 33% Среднюю продолжительность жизни 30 месяцев Что нас вдохновило на дальнейшее исследование Но эти пациенты были без значимого цирроза печени Ну и для себя также было понятно, что химиоинфузия в печеночную артерию Не помогает у данной категории пациентов В дальнейшем более тяжелая группа больных Цирроз класс A-C Выполняли селективные эмболизации Повторные вмешательства только после доказанного прогрессирования Использовали также и масляную эмболизацию И насыщаемые сферы, если имели от 1 до 3 узлов До 6 см в диаметре И они были все доступны для суперселективной катетеризации На данном слайде пример использования масляной химиоинфузации Большая опухоль в правых отделах печени Хорошее накопление препаратов в опухоли С окклюзией питающих артерий 30 месяцев от начала лечения была ремиссия у пациента Затем появился новый узел в левой доле печени Также его селективная эмболизация Затем прогрессирование Новый узел в четвертом сегменте Довольно большой смены химиоинфузии препарата на метамицин С Достигли хорошего локального ответа К сожалению, погиб пациент через 70 месяцев от начала лечения Не от опухолевого прогрессирования А от банального инсульта головного мозга Пример использования суперселективных технологий Насыщаемые сферы опухоли 8-4 сегмента Как видите, по КТ практически полный ответ Отсутствие воскурелизации и уменьшение размеров Продержалась ремиссия 20 месяцев Затем прогрессировали новые узлы Выполняли уже масляную химиобилизацию Погиб больной через 46 месяцев От кровотечения язвы 12-перстной кишки Результаты у этой группы пациентов Есть сложное, грозное осложнение Есть летальный исход от нарастания печеночной недостаточности 2% кровотечения из ВРВ Ложная аневризма общей бедренной артерии Так как уголопати у этих пациентов пришлось оперировать Но мы получили прогрессирование только у 25% пациентов У остальных это был ответ на лечение И трехлетнюю выживаемость 15% А среднюю продолжительность жизни 22 месяца Что вот иллюстрируется этим графиком общей выживаемости 15 месяцев при этой методике Отдельно облиционные технологии При гепатоцеллюлярном раке на циррозе Мы стараемся не применять, не использовать Мы всегда делаем это в сочетании с химиобилизацией Только у тех пациентов, у которых не удается С помощью из-за рассыпного кровоснабжения опухоли Добиться локального контроля путем только использования эмболизации Предпочитаем лепароскопическую открытую РЧА или МВА Потому что сами видите вот на таком циррозе Определить где узел опухолевый, а где цирротический Бывает очень сложно при ультразвуке тем более На сегодняшний день мы используем критерии В лечении промежуточной стадии По барселонской классификации Так называемой до 7 Эти критерии придумал Мазафера Для трансплантации печени Но мы вот их спозиционировали на наших пациентов Это те пациенты, которым теоретически возможно трансплантация Но она противопоказана или из-за возраста Или из-за сопутствующих заболеваний Выполнено у 68 больных 230 процедур С нулевой летальностью С минимумом осложнением И здесь прогрессирование только у 20 процентов больных А полных и частичных ответов достигается почти половина пациентов Классический пример гепатоцеллюлярного рака На фоне цирроза печени Это к вопросу о нужности биопсии у таких пациентов Если воскорролизация по КТ и МРТ ЛИРАЦ-4 и высокий АФП и в анамнезе цирроз печени гепатитного характера Не нужна ему биопсия Вот здесь по местам жительства онкологи решили выполнить биопсию Которая закончилась массивной кровотечением Тампонадой, месяцем в реанимации Ну слава богу, все обошлось И только отсрочили лечение на два месяца Далее внизу примеры селективной эмболизации Насыщаемыми сферами Это вот буквально мне МРТ пришло этой пациентке Неделю назад Здесь видно, что центральная часть опухоли Она мертвая, она абсолютно не содержит контраст То есть есть рентгенологический частичный ответ В данном случае использование эмболизации сферами первого сегмента Опухоли первого сегмента печени 4 сантиметра был узел Выполнена ему эмболизация сферами В 2017 году затем наступил полный ответ Пациент получил специфическую противовирусную терапию Ремиссия составила 48 месяцев И вот на самом крайнем правом слайде Я не знаю, здесь не... А, показывает, оп Если не знать, где находится опухоль То ее по КТ практически невозможно и найти Вот классический критерий до 7 Один опухолевый узел в четвертом сегменте И несколько в правой доле печени дочерних Начали с цементирующей основного узла Затем три эмболизации дочерних узлов На сегодняшний день полный ответ Снижение АФП до нормы, ремиссия 9 месяцев И вот на этом графике мы видим, что 80% пациентов у нас на сегодняшний день живы В среднем 22 месяца Медианы мы не достигли И мы надеемся, что 5-летняя выживаемость здесь будет сопоставима с ортопической трансплантацией печени Таким образом, появление новых инструментариев Методологический прогресс А также концептуальный пересмотр вопроса Это суперселективная техника и фоллоуап пациентов Позволила достичь нам медианы 18 месяцев И возможно, в будущем хорошей 5-летней выживаемости Выбор лечения пациентов должно приниматься мультидисциплинарной командой Суперселективная методика является безопасной по сравнению с классической При летальности 0 против 2% И увеличивает частоту полных ответов Какие видим горизонты Это снижение вирусной нагрузки у пациентов во время ремиссии И комбинация наших методик с современной таргетной и иммунной терапией Вишенка на торте Цирроз печени с портальной гипертензией, с кровотечениями массивной Пациентке была показана операция ТИПС и трансплантация В наблюдении мы выявили 2 узла ГЦР Выполнены суперселективную химиоэмболизацию Достигли полного ответа Выполнили дальше операцию ТИПС шунтирования И последующую ортотопическую трансплантацию печени Пациентка наблюдается 42 месяца Абсолютно здорового Воспитывает своих 3 или 4 детей На фоне полного благополучия Чего я всем и желаю Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok